Жители поселка Межатверской области своими силами пытаются сохранить местную узкоколейную железную дорогу. Чтобы она окончательно не разрушилась, каждый ее чинит как может. В основном узкоколейкой пользуются охотники и грибники. И единственное средство передвижения для них здесь это самодельные дрезины. Наш корреспондент совершил путешествие по исчезающей дороге. Поселок Межа старожилы по-прежнему именуют станцией и к журналистам относятся с некоторым подозрением. Объект хоть и заброшенный порядком, но все же такой же стратегический. Я наговорю, а потом меня в тюрьму посадят. Тем не менее, после долгих уговоров, так и не назвав фамилии, в прошлом главный диспетчер Межи все же сдается. 40 километров в эту сторону, вот такие, ну и наверное километров 30 туда. Вот Курово там было, участок. Километр аж большой был. Так это все было, было, теперь поздно снимать. В Меже сходились усы, так местные называют узкоколеку, сразу нескольких лесозаготовительных участков. За смену до 40 сцепов перегружали. В локомотивном парке было 15 тепловозов. Теперь остались только дрезины. Александр Новиков говорит, что на Меже дрезину имеет каждый уважающий себя мужчина. Собственно, это увлечение местных жителей и не дает дороге окончательно разрушиться. Вот, к примеру, после прокладки нефтепровода куда-то пропал отрезок трассы. Недолго думая, пропажу заменили деревянными рельсами. Работа топорная в буквальном смысле, поэтому скорость здесь снижают. Собственно, разогнаться не получается и на других участках. Дороге больше 60 лет. Еще немного вперед, и дрезина прибывает на станцию Тросно. А то виденного становится немного жутковато. За моей спиной остатки поселка лесозаготовителей Тросно. Если проехать чуть-чуть вперед, там будет река Троснянка и старый полуразрушенный железнодорожный мост. По нему еще можно проехать, но местные жители стараются без надобности туда не соваться. Говорят, места здесь гиблые. Жизнь покинула эти места с десяток лет назад. Попасть наверх не так просто. Единственная тропинка в густой траве еле угадывается. Сохранились яблони, но Антоновку никто не собирает. Есть ничья водонапорная башня. Но металлолом, опять же, никому не интересен. Срубы домов еще бы послужили, но их тоже не разбирают. Похоже, тут руководствуются правилом «не тронь лихо». Поэтому разговор с Александром быстро сводится к любимому детищу. Ну, как и раньше делали. Раньше вообще стояли двигатели от Уралов. Большие. Ну, вот корпус был. А так, ну вот, был корпус. Просто движок поменяли, от восхода поставили и все. Местный сталкер между тем торопит. Впереди еще один интересный объект. Тот самый полуразрушенный мост. Со стороны он выглядит чудом инженерной мысли. Но многотонные составы с лесом все же выдерживал. Дальше дорога тянется еще километров на 20. Конечная остановка – бескрайнее болото.